Всем привет, друзья! С вами, как обычно, Чавес, и я, как и обещал, начинаю делать серию видосов по прохождению миссии Амиго. Первая миссия я иду искать, называется. Нужно было засветить 10 противников и при этом не получить урона. И честно, на первый взгляд, я думал, что я вообще просто за полстрима максимум по пырику эту миссию пройду, но ох, как я ошибался. В описании этой миссии крылся такой небольшой нюанс, который я сразу не понял. Ну, в общем-то, он и непонятен из задания. А изначально я думал, что здесь нужно просто засветить 10 человек и до того, как ты засветишь десятерых, ты не должен был получать урона, а как бы потом уже по барабану. То есть я думал, ты, ну, что сложного, ворваться сразу где-нибудь поближе к врагам, десятерых высветил и как бы, а там уже пофигу, хоть в ангар можно выходить. Но нет, как оказалось, мне подсказали на стриме, что, кто уже проходил эту миссию, что нужно именно засветить десятерых и в течение всего боя потом не получить урона. А это означает, что ты не должен потерять хп на каком-нибудь дурацком прыжке, вот на, вот как и сейчас чуть не произошло, тарана об союзника. Вообще никак не должен потерять хпшку. И это оказалось реально сложно. То есть сама по себе задача десятерых высветить не такая, прям, скажем, легкая. Но, как правило, это она сразу еще и означает не только засветить десятерых, но и потом победить в бою. Потому что, ну, как бы, да, в принципе, есть возможность, что там вы проиграете, но ты там будешь шкериться до последнего, и тебя не найдут, как бы, ты проиграешь там по захвату, к примеру. Но, как правило, это означает, что вы должны победить. То есть десятерых я насвечивал несколько раз, но не получить урона еще и к тому же, вот это оказалось сложнее. Самые, наверное, две лучшие карты для этого, которые я для себя лично отметил, это вот эта, плетерница, насколько я помню, и Аламу. Которая очень-очень-очень маленькая карта, вот на ней легче всего это было делать. Я думал, когда попал на Аламу, я думал, вот она эта карта, вот здесь же просто изи это сделать. Но каждый раз какой-нибудь происходил косяк. Либо союзников там целая тонна на ВБЛ-ках успевали тоже кого-то высветить, либо я получал после того, как высветил урон, либо проигрывали. Короче, вот какая-нибудь фига тень. Но вот эту карту я тоже сразу приметил, потому что на этой карте очень сильно роляют светляки. Хоть и пришлось попотеть, чтобы эту миссию сделать, но реально мне вот эта миссия мне очень понравилась. Во-первых, потому что она проходила на ВБМ-ках, я всегда любил ВБМ, и на них сейчас реально клево кататься. Я вспомнил, как это было круто, быстро, бодро врываться. И второе, это очень правильная миссия. То есть это не какая-нибудь дебильная миссия, а-ля на ОБТ постой и из кустов постреляй и настреляй там домашки. Нет, это именно вот очень правильное, именно для ВБМ-ок очень правильное задание, не миссия, задание. То есть она реально тебя учит играть. Вот ты вот, чтобы пройти эту миссию, вот ты хочешь, не хочешь, но ты должен стать лучше, как ВБМщик, как вот именно, как светляк. И я прям вот могу сказать, что реально вот особенно вот эту карту я намного лучше узнал, катаясь именно вот на ВБЛ-ке. И я прям вот уже каждый тут какую-то кочечку, каждый какой-нибудь холмик уже запомнил. И уже знаю, где лучше выезжать, где лучше не выезжать, где вообще противников примерно можно будет встретить. То есть много всяких таких моментов правильных именно с точки зрения игры на этом классе техники. Ну и вот мы подходим к кульминации. Восемь я уже человек засветил, остается двое. Я прекрасно понимаю, что рисковать нужно, нужно выезжать как-то более агрессивно, подальше. И вот она, Ирочка девятая, остается один. Я думаю, блин, а есть ли еще этот один, который еще не засвечен? Ну, в любом случае, надо, думаю, подъезжать как можно дальше, ближе. И, наконец-таки, вот он этот замечательный человек на Старшипе, который в кустах простоял весь бой, делает мне, наконец-таки, десятого человека обнаруженного. И все. Я понимаю, что с одной стороны нужно отваливать, но с другой стороны, думаю, ну, как бы вроде выигрываем по счету, но союзники такие союзники. Сейчас сольем и все. Поэтому я решаю отъехать подальше. То есть, как бы, вроде с одной стороны не совсем прям выходить из боя, но вот прям очень аккуратно. Я прям по миникарте постоянно оглядывался, где находятся союзники. Потому что, думаю, сейчас, мало ли, там, буду ехать, не замечу, в кого-нибудь еще врежусь, не дай бог, там, или какой-нибудь блайнд ненужный прилетит в меня. Вот прям, вот отъехал и все. Думаю, все, мне хватит. Десять засветил. Мне плевать на домашку. Главное теперь просто вытащить. Поэтому я вот тут стоял, прикрывал восьмидесятку. Восьмидесяточка, а тут что-то как-то не очень смогла против... Почему-то не очень-то смогла против МБТХи. Но, как бы, МБТХа тоже такая странная. В нее летит ПТУР. Она сейчас выезжает, светится. И, тем не менее, продолжает ехать вперед. Причем я даже помечаю ее. Я особо не тороплюсь выстрелом. Думаю, ну, поедешь вперед, получишь. Ну, поехал. Получи. Какие тут могут быть советы по прохождению миссии? Только изучать и еще раз изучать позиции. Лучше узнавать карту и постоянно анализировать, где ты выезжаешь, как ты выезжаешь. То есть, вот только вот в таком духе. То есть, именно становиться лучше, как светляк. Именно как светляк, а не просто какой-нибудь там кустовой ВБМщик с ПТУРами. Вот только так. Ну, и тут, конечно, не без везения. То есть, карта здесь очень много решает. Просто ты можешь попасть на какую-то большую карту. Большая карта тоже есть плохо. Ты вряд ли сможешь там всех высветить успеть. То есть, пока поедешь на одну сторону, скорее всего, других уже высветят. Или там, тем более, там, не дай бог, режим этот новый штурм. То это сразу забей. Потому что там делят, прям вот четко делят на две кучки команды. Пока ты едешь одну кучку светить, естественно, уже другую тоже высвечивают. И там вот ты хоть как-то не крутись, у тебя не получится. По технике я выбрал на себя ВБЛ-ку. Во-первых, потому что у нее хорошая маскировка, хороший обзор. И плюс она попадает на эту самую карту АЛАМа. По-моему, только низкие уровни на нее попадают. На высоких уровнях я ни разу на нее не попадал. Ну, на этом все. Приступим к следующему заданию. По нему тоже будет видео. С вами был Чайз. Ставим лайки. Обязательно ставим лайки. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok